всем привет с вами магии это видео блог магазина snickerhead мы продолжаем нашу рубрику с кастомизации восстановлением разных крутых айтемов и продолжаем нашу рубрику с часами g-shock на этот раз нам достались черные о черные часы с камуфляжем довольно интересные задумки сразу на тему камуфляжа всплывают и я подумал что было бы прикольно сделать один ремешок в формате одного камуфляжа а другой формате еще одного и так мы получим три вида камуфляжа на одних часах получится что-то вроде вот за кому и ну мне кажется довольно интересная идея давайте попробуем вначале все снимаем с часов как мы уже делали аккуратненько откладываем в сторонку и надо снять ремешки как это делать мы показывали в прошлом видосе но напомним и в этом для этих часов специально сделали так что можно снимать все очень быстро и просто здесь такая защелка в сторону сдвигаете и ремешок уже снимается часы мы отделили теперь расскажу немного о процессе самого творчества что для этого нужно вам понадобится красочки в принципе можно использовать любые акриловые краски но я сторонник профессиональных именно для кастомайзинга этот раз компании ангелус и конечно же их как сказать закрепитель краски или добавка для твердых поверхностей вот так будет правильно вот так она выглядит называется на ту hard и как раз она позволяет краски держаться но при этом сохранять свойства эластичности очень важно чтобы краска оставалась эластичные как раз ту hard дает возможность быть цепкой но при этом сохранять свою эластичную структуру это очень важно потому что ремешки все таки мягкие и если краска затвердеет то со сгибанием она будет просто трескаться и будет теряться внешний вид а так вы свои часы сможете проносить очень долго с вашим любимым рисунком интересный вопрос откуда я беру идеи для того чтобы сделать кастом я увлекаюсь кроссовками как правило беру какие-то идеи расцветки оттуда также мне нравятся элементы поп-культуры мультфильмы ну все что меня вдохновляет я стараюсь переносить на свои кроссы или наоборот из кроссовочной индустрии переносить на другие элементы или айтемы также мне кажется и вы свое любое увлечение можете визуализировать и перенести на те же часы кроссовки начать можно всегда с красок они могут под рукой и это отличное времяпрепровождение когда действительно устал от всего и хочется поделать что-то руками почему тематика вот за и почему камуфляжные во первых часы имеют передний безель камуфляжный и мне это понравилось я решил эту тему развить но не хотел ограничиваться истории только вудленд камуфляжа и решил что наверное на 1 попробую нанести дезерт кама а на вторую всеми любимый tiger каму который в последнее время очень модный а вот за движуха это тема когда собирается из разных кусочков какая-то цельная идея первыми выпускали на и ксб низкий про них мы делали репортаж и это самые крутые кроссовки из тематики вот за я про это уже говорил но после этого практически у каждого атлета или у линейки которая набирала уже много моделей можно было собрать вот за и как правило они это делали я оценил ваши шутейки по поводу моего маникюра в этот раз я его снял и мне будет удобней покрасить эти часики погнали для начала нам надо покрасить все в единый цвет для этого я выбрал бежевый оттенок в духе операции буря в пустыне такое песочные оттенки добавлю разного камуфляжа в общий канве все будет у нас бежевого цвета он у нас уже готовый единственное не надо добавить немного присадок одна присадка у нас будет для того чтобы лучше проходила через аэрограф то сделать ее более жидким а вторая присадка наоборот сделает ее более цепкой и крепкой на поверхности пластика но при этом оставит ее довольно таки мягкой чтобы при движениях краски все-таки не отколупалась все размешиваем в баночке заливаем нашу красочку в аэрограф включаем компрессор и поехали красим все тонкими движениями в несколько слоев аккуратно по чуть-чуть не надо обливать пластик краской лучше сделать несколько слоев но аккуратно также я решил сделать еще циферблат джи шоков тоже под стать оттенку нашего бежевого цвета поэтому чтобы сохранить при этом основной камуфляж безель мы закроем скотчем остальную часть покрасим пока я красил мне в голову пришла идея сделать циферблат немного состаренным и выделить его угловатости для этого я решил взять наждачную бумагу нулевку и потереть в тех местах где мне показалось было бы стильно состаренные элементы увидеть после того как покрасили все в единый бежевый цвет начинаем рисовать камуфляж если вы не знаете как это делать открываете картинку и просто пытаетесь рисовать можно начали попробовать на бумаге а потом уже на самом элементе я уже в принципе на глаз знаю какие элементы буду рисовать а вот по цветам я буду самых придумывать и смешивать красочку получился интересный серый цвет нанесу его для основных больших элементов а мелкие элементы выделю светлый серым также мелкие точки на дезерт кама можно и нужно для акцентов выделить черным цветом и тогда ваша работа будет действительно закончена после этого берем наждачную бумагу нулевку и трем также вот эти концы можно обработать наждачкой для того чтобы там где вылезла краска лишнее все это ушло и у вас появился единый черный борт тогда все станет вообще очень четко и очевидно будет все выделяться все акценты станут с боковой части очень хорошо нет по заводски видеть теперь у нас все элементы покрашены надо все это собрать и мне кажется получилось довольно круто работа над часами мы закончили получилось в принципе все что я хотел довольно таки здорово выглядит часы круто и при желании тут нет каких-то особых сложных линий сложных элементов я думаю что вы справитесь и сделаете не то что не хуже я думаю что в принципе можете сделать даже лучше если потратите просто чуть больше времени на это все а с вами был маги и видеоблог магазина сникер хэд не забывайте подписываться на наш канал жать колокольчик ставить лайки оставлять свои комментарии мне м м м м м м м м м